Привет, дорогие мои! С вами Дега Лариса, и сейчас очередная серия сериала «Мои сумочки». Глубокая ночь, а я сижу, перебираю свои сумочки и балдею. Итак, сейчас я вам покажу сумочки с животным принтом, скажем так. Итак, первая сумочка, она у меня, ой, любимица, боже, я ее носила, носила одно время вообще просто, я только ее и носила. Кстати, несмотря на то, что я ношу долго, вот есть сумки, которые, знаете, влюбилась, вцепилась и ношу, и ношу, и ношу. Они не снашиваются, ничего с ними не становится, и за счет этого у меня огромное разнообразие сумок, потому что у меня только одна сумка, которую по-хорошему, конечно, уже выбросить, но так она мне нравится, расстаться не могу с ней. Но это в другом видео покажу. Итак, сумочки с животным принтом. Эту сумку я получила в подарок. У меня есть точно такая, но дорожная. И, конечно, когда такая дорожная сумочка, а еще вот такая уже дамская сумочка, классно очень смотрится. Ну и вообще, она легкая, я люблю легкие сумки, она любимого фасона. У меня точно такая же есть черная сумка. Это, ну класс, это, наверное, любимая форма моих сумочек, поэтому вот такие сумки я просто ношу, ношу, ношу и ношу. Любимая, это любимая. Еще одна сумочка. Она сиреневая, но она не попала в видео сиренево-вишневые сумочки, потому что у нее все-таки такой крокодиловый принт. И я ее решила показать в этом видео. Она необычная. Ношу я ее, кстати, вот не часто. Почему-то, наверное, нету такого образа, куда бы она часто вписывалась. Но, тем не менее, она очень интересная, она с изюминкой, я думаю, еще я ее поношу. Она на одной ручке, вы видите. И она смотрится вроде бы как портфель деловая такая, вроде как ридикюльчик какой-то. И не на одной ручке. Очень необычно так расстегивается. Очень-очень интересно смотрится сумочка. Если, к примеру, пошить платьице или, может быть, какой-то пиджачок в таком тоне, или рубашку купить, то будет, конечно, очень здорово. Так что эта сумочка еще поиграет у меня в разных образах. Еще одна сумка. Ой, я ее очень-очень люблю. Просто экстаз у меня от этой сумки. Я когда была в Италии, мы ездили на фабрику или завод по шубам. Я там меряла шубу, ну как шубу, мех, а все остальное, не знаю, дубленка. Это, или как это назвать, с кожи питона. И вот это ощущение питоновой кожи, ну вообще мне понравится. Она такая приятно прохладная. И вот эта сумка, когда она пришла мне, она вроде бы, знаете, простого, такого классического фасона. Но она, даже вот она не просто по внешнему виду, она на ощупь, ну настоящий питон. И мне она, конечно, этим очень нравится, потому что она очень так гламурно и изысканно смотрится. На мой взгляд, очень она мне нравится. А у меня еще есть браслетик один в один вот к этой сумке из одной коллекции. Классный. Ну и еще две сумочки животного принта. Вот такая. Когда она пришла, я ее осенью, у меня перчатки точно такие же есть. И вот осенью, я помню, как-то носила, носила, носила. Этой осенью я тоже периодически ее брала, периодически ношу. Она мне хорошо подходит под курточку. Еще с учетом того, что перчатки в таком же стиле, в таком же цвете, мне, конечно, это очень нравится. И еще одна сумка. И эта сумка у меня в фаворите как-то из года в год. Из года в год. Она мне подходит под зимнюю одежду. И она натканевая, но она такая какая-то интересная. Она как велюровая, что ли, как с нанесенным рисунком. В общем, очень интересная. И она на кнопочке. И бывает очень удобно, когда сумка на кнопочке. И потому, что мягенькая, и потому, что под зимнюю одежду подходит, в общем, я ее ношу довольно часто. Есть еще одна сумочка у меня. Маленькая. Красненькая. Тоже с животным принтом. Но я показывать ее не буду, потому что я ее уже показывала в видео «Мои маленькие сумочки». Спасибо, что были со мной. Буду рада, если вам было интересно. Пока-пока. До встречи в следующей серии.